здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова Елена и канал женские секреты сегодня речь пойдет о рассаде и о том как добиться крепкой рассады чтобы она не вытягивалась вот я в своем палисаднике здесь у меня лампа сейчас я выключила чтобы было хорошо видно самое первое особенно томаты очень склонны вытягиваться самая первая причина вытягивания это жаркий воздух то есть для томатов после того как они взошли оптимально будет 18-20 градусов но в связи с тем что в наших квартирах сейчас еще отопление включено и очень трудно этого добиться то нужно применять какие те способы которые нам доступны обязательно на ночь открывайте форточку если форточки не открываются выносите на лоджию то есть 14 часов должно быть солнце яркий свет и тепло и ночью нужно сделать так чтобы было прохладно на 5 на 7 градусов снижать температуру воздуха первое что нужно знать это не загущать рассаду как только листья замкнулись нужно обязательно пересаживать при пересадке в более крупную тару заглубляем до семидольных листочков здесь они еще живые поэтому я пока оставила место они отмирают со временем желтеют и их можно будет легко убрать и подсыпать сюда почву пересадка в более крупную тару тоже способствует укреплению рассады то есть пока корневая система не оплетет весь земляной ком вот это развитие верхней части задерживается зато она более крепкая станет еще один момент если вы хотите получить более ранний урожай пересаживайте в емкости покрупнее хотя бы несколько кустиков попробуйте посадить в двух или трех литровые емкости при пересадке вот на участок или в теплицу такие растения у них уже сформирована крупная корневая система они начинают гораздо быстрее развиваться и завязывать плоды то есть если вы хотите получить на ранний урожай несколько кустиков попробуйте обязательно посадить в емкости два или три литра но сейчас пока ей достаточно а вот по мере подрастания перевалить в более крупную тару чтобы к моменту высадки корневая система была уже на 2 объемом на 2 на 3 литра такие растения гораздо быстрее приживаются и начинают закладывать бутоны и и плодовые кисти один любопытный способ для того чтобы предотвратить вытягивание рассады это вот такое вот поглаживание подошли все кустики погладили два-три раза в день растение дает сигнал корневой системе на укрепление и развивается больше корневая система чем верхняя часть также обязательно следите за поливом полив должен быть обязательно умеренный как ни странно но полив тоже влияет на вытягивание рассады подошли потрогали пальчиком на пару сантиметров просохла земля тогда только можно поливать а лучше если будет проводиться полив с поддона тогда корни будут тянуться именно вниз к воде но эти растения были вчера пересажены поэтому они были политы сверху а вот эти были пересажены три дня назад и они вот прямо на глазах становятся более крепенькими и толстенькими но конечно света все равно не хватает лучше если поставить их на стеллаж так чтобы они не прикасались и еще один момент если уже начинают прикасаться можно даже но не в таком конечно возрасте а когда немножко побольше станут можно даже подрезать нижние листочки для того чтобы не соприкасались не полностью а частично подрезать чтобы не соприкасались растения чтобы ваша рассада не вытягивалась хорошо пролить ее два или три раза за время вегетации вот такими препаратами это атлет он задерживает предотвращает вытягивание рассады это может быть корневин он стимулирует рост корней и задерживает на некоторое время развитие верхней части это монофосфат калия он тоже способствует укоренению усилению работы корневой системы и замедляет рост верхней части растения и янтарная кислота тоже стимулирует рост растений бутонизацию плодообразование увеличивает урожайность и усиливает рост корневой системы то есть рассада будет крепкая еще один препарат это может быть гетероауксин он сходный по составу с корневином и по действию в наличии у меня к сожалению его нет только корневин в порошке гетероауксин в таблетках действие точно такое же корней в общем препараты которые стимулируют рост корневой системы если мы переведем растения не на сейчас они развиваются вегетативно если мы переведем их на генеративность тип развития то есть на укрепление корневой системы то наша рассада будет низкая коренастая междоузлия будут маленькие и тем самым цветочные кисти на плодовых там на томатах на перцах на баклажанах цветочные кисти начнут закладываться рано еще один момент нельзя перекармливать рассаду если рассада слабенькая вы ее подкармливаете но ни в коем случае не употребляйте азотные удобрения азотные удобрения ведут к тому что нарастает зеленая масса нам нужно наоборот сделать растения более приземистыми и коренастыми поэтому вот такие препараты можно если совсем она уже слабая желтая тогда можно а если рассада достаточно нормально себя чувствует но она вытягивается лучше укрепить корневую систему перцы вполне нормально меряться с загущенной посадкой их даже можно высаживать парами есть такой способ по два растения в одну лунку я решила в этом году попробовать некоторые посадила по одному некоторые парами то есть они на конкуренции растения начинают раньше плодоносить но в принципе вот вот это растение одно растет а вот это вот эти вдвоем они как бы по коренности и более таки пышные попробую я по два растения в одну лунку посмотрим как будет также может помидорки тоже стоят все по 1 по 1 те которые листья начали смыкаться я их рассадила вчера и они чувствуют себя вполне прилично эти сорта раннеспелые их я сеяла позже для питуней такая же система ну а стану основная часть питания у меня стоит на стеллаже это вот три штучки чем больше света и чем холоднее ночью тем крепче становятся вот наши саженцы роса эти скороспелые перчики они низкорослые вот он уже набирает бутоны они совершенно маленькие это перец колобок они могут расти даже в горшечной культуре я вот два кустика посадила попробую что это за сорт есть у меня такие же попозже посеянные на участок вы сажаете останутся дома вот такие баклажанчики их я тоже вчера насколько это возможно было заглубила они росли в пол-литровых стаканах но по сравнению с пол-литровым стаканом глубина коробки не намного больше но тем не менее на три сантиметра я их заглубила можно заглублять вот до первого междоузлия то есть где были семидольные листочки если есть возможность поглубже посадить можно поглубже после пересадки они тоже притормаживают в росте и становятся боль более коренастыми и крепкими и вот эти высокорослые перцы они были посеяны в конце января по моему 28 у них очень длинный период вегетации поэтому солнца конечно в январе мало я их сначала досвечивала теперь уже им хватает солнечного света но главное их поставить пореже вот как-то так выглядит моя рассада уже стало более менее тепло готовлю стеллаж на балконе буду переселять на балкон хоть там и северная сторона но зато там прохладно таскать такое количество рассады на балкон и обратно конечно нереально проще перенести всю рассаду на балкон и поставить лампу то есть запомнили редкая посадка никаких соприкосновений температурный режим освещение если есть возможность дополнительного освещения то обязательно досвечивайте до 14 часов вот у меня здесь висит такой светильник я его просто сейчас выключила чтобы было видно обязательно нужно досвечивать но сейчас день уже достаточно длинный если есть возможность поставить где-то на окно то можно поставить на окно хорошо если сделать стеллаж на окне и поставить несколько ярусов надеюсь что видео было вам полезно если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик правом верхнем углу чтобы не пропустить следующее видео а я на этом с вами прощаюсь с вами была елена и канал женские секреты всем удачи а